В начале 2014 года, в апреле, начало захватывать ДНР, все помните весь Славянск, школа в городе, еды не было, я пришел на блокпост, они мне там обещали кушать, давать, если я буду, в их условиях, набивать мешки, землю, мазить машины, проверять. Начал мешки набивать, воду носить, дрова рубать, потом, как украинская армия начала захватывать, Славянский побоялся и сбежал в Донецке, побоялся, чтобы в тюрьму посадить. В Донецке, в Томстре, на блокпосту увидел, стоял мужик и предложил мне, в Орлоку переправили, в Микитовский район, в Орлоке я тоже кушать готовил, воду им носил, поседал два месяца, прошло, приехали какие-то военные и начали издеваться надо мной. Я ушел с ДНР, потому что они меня избивали, начали там издеваться надо мной, приехали какие-то, точно не украинцы, какие-то русские военные или чеченцы, и я сбежал от них, когда они напились. Сбежал я от Лавдеев, от Лавдеевки, перебыл, скрывался от ДНР, мне там встретил бабушка, бабушка мне помогала, там кушать готовила, до корнила, после этого таких военных, пришел и рассказал всю ситуацию, как было. Ну, и они мне рассказали, что есть такая программа СБУ на ТВ Чекает в Дону, и они меня отвезли, и я все. Возвращаясь к тем ребятам, которые на той стороне, я сейчас сижу тут, и надо мной никто не издевается, на подвале я не сижу, возвращайтесь домой, спокойное, мирное время, родители я вижу, все со мной хорошо. Используйтесь программой СБУ на ТВ Чекает в Дону, я использую себя этой программой, и со мной все хорошо, вижу родителей, все рады и счастливы, ожидают сюда.